Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявляет, что судебное решение по XRP неправильное, а также дает сигнал, что подаст апелляцию. Адвокат и криптозащитник Джеймс Филлан у себя в Твиттере пишет. Сек уже подала заявление судье Торрес, в котором сказано, что комиссия не собирается отступать и рассматривает доступные возможности для продолжения дела до победного. Единственной такой возможностью остается апелляция. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое незапланированное видео. Достаточно большие новости для всех держателей Ripple XRP, но и для всех криптохолдеров тоже. Пока все празднуют победу XRP над SEC, а цена XRP подскочила почти в два раза с момента фактического объявления этого токена неценной бумагой, многие юристы и адвокаты говорят, что SEC готовится подать апелляцию, которая может отменить решение суда и откатить цену XRP назад к тому уровню, который был до решения суда, а может даже и ниже. Является ли такой поворот событий реальным? Я могу сказать, что в случае, если SEC проиграет и апелляцию, XRP может ожидать вторая волна роста, а SEC потеряет всякие шансы отыграться в этой борьбе. Давай разберемся в этом сегодня, посмотрим, что происходит и какие исходы эта ситуация может иметь для XRP, SEC и криптовалюты в целом. И эти последствия гораздо более неожиданные, чем ты можешь себе представить. Кое-какие из них могут лишить SEC всякой власти над криптовалютным рынком. Но, конечно, ничего и сказанного нельзя рассматривать как финансовый совет, скорее как информативное развлечение. Но прежде чем мы продолжим, не забудь поставить лайк. Я отдаю тебе абсолютно все, время, жизнь и энергию, а ты взамен не поскупись на лайк. Поставил? Спасибо большое. Давай наберем хотя бы 2000 лайков. Итак, посмотри на эту статью. Заголовок, в котором говорится, что SEC выиграет апелляцию против Ripple. Бывший сотрудник SEC предостерегает отпразднования по поводу XRP, подчеркивая, что существует вероятность подачи апелляции, которая может привести к отмене решения суда. Я не собираюсь притворяться, что я адвокат или что я что-то знаю в этих апелляциях, но мы можем обратиться к тому, кто в этом действительно разбирается. И это Джереми Хоган, известный адвокат в деле Ripple. Во-первых, он сказал, что апелляция – это единственное оружие, которым располагает SEC на данный момент против Ripple. Единственное и последнее, я бы добавил. А во-вторых, вот что интересно, вот что он пишет. Итак, промежуточные апелляции не удовлетворяются автоматически, и у вас нет на них права. Но у вас есть право на обычную апелляцию, которая подается после судебного разбирательства и после судебных процессов, в следующем году после вынесения окончательного решения. По его словам, это состоится в 2024 году. Также, по его словам, недавнее решение суда по поводу XRP будет действительным до 2025, и только после этого SEC может его обжаловать. Давай послушаем. Каждая сторона может обжаловать это решение, но это будет просьба о так называемой промежуточной апелляции, которая очень редко удовлетворяется. Более вероятно, что апелляция будет подана после судебного разбирательства. При этом ее рассмотрение займет много времени. Поэтому недавнее решение, вероятно, будет действительным до 2025 года, и это большой срок, за который многое может произойти. Что ж, это очень хорошие новости. Потому что если мы увидим бычий рынок в период между 2023 и 2025 годами, XRP, безусловно, сможет воспользоваться этим. Но есть вероятность того, что они могут подать апелляцию, и нам придется вернуться в зону неопределенности. Джереми также высказал свое мнение насчет того, будет ли одна из сторон подавать апелляцию. Он высказал аргументы, почему да и почему нет. Он сказал, что большинство юристов, которых он видел, считают, что СЕК подаст апелляцию. Цитата. Если бы я мог предположить, чем мы все на самом деле и занимаемся, я бы поставил на то, что ни одна из сторон не подаст апелляцию. Во-первых, апелляции трудно выиграть, как сказал судья Торрес, который изучил весь протокол. Во-вторых, если СЕК проиграет эту апелляцию, то потеряет гораздо больше, чем приобретут, подав ее. Если СЕК проиграет апелляцию, то все суды уже и второго округа должны будут принять первоначальное решение судьи. И если появится какой-то другой судебный иск или процесс, подобный процессу Риплэкс Арпии СЕК, то любой подающий его автоматически проигрывает дело или даже не сможет участвовать в процессе. А вот это уже просто вау, ну ты просто вдумайся в это. Именно поэтому проигрыш в апелляции станет катастрофой для СЕК. Не потому, что они окончательно проиграют Рипл и потеряют свое последнее оружие против этой компании, а потому что после этого у них не будет возможности подавать иски против других криптовалют. Разве это не бычий признак для крипты? По-моему, это просто шикарно, ведь после такого заключения я даже хочу, да, я хочу, чтобы они подали эту апелляцию. Я об этом мечтаю. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом. Заряжает ли тебя это? Ведь меня очень. На месте Гэри Гэнслера я бы смирился, перестал тратить время, нервы и деньги на это дело и пошел бы заниматься другими делами. Ну или, например, договорился бы с Рипл без всей этой судебной суматохи. Адвокат Джон Дитон пишет нечто подобное. Он говорит, что комиссия по ценным бумагам и биржам США должна пройти два этапа, если хочет продолжать судиться. Первый – это дождаться удовлетворения апелляции, чего может и не произойти, кстати. И второе – доказать наличие общего знаменателя между институциональными продажами XRP и продажами XRP розничным инвесторам на рынке. Ведь, как ты помнишь, судья не называет ценными бумагами XRP, которые покупали или продавали розничные инвесторы. В любом случае, для SEC это будет очень тяжелая задача. И проигрыш будет очень дорого стоить. Есть два исхода апелляции. В случае проигрыша SEC мы уже осознали последствия, но в случае проигрыша Ripple, в чем я, конечно же, сомневаюсь, XRP может обвалиться обратно до отметок, которые предшествовали судебному решению, а, возможно, даже и ниже. Но я могу сказать одно, пусть это будет шуткой, если SEC подаст 10 апелляций, то ей придется отметить 10 поражений. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и мы увидимся с тобой совсем скоро в новых видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»